Всем привет! В последнее время мне активно начали задавать вопрос, какой взять iPad, черный или белый? В этом выпуске я решил на него ответить. Поехали! Многие из вас не могут решиться, в каком цвете покупать яблочный планшет, в черном или белом. Некоторые считают, что у каждого есть свой вкус и каждый сам определится, какой ему цвет лучше выбрать. Но большинство пользователей думает, совсем не так. Вы определились с покупкой iPad, выбрали объем памяти и выбрали модель с Wi-Fi адаптером или сотовыми связями 3G или 4G, но при покупке вас останавливает цвет устройства. Какой же лучше выбрать? Помимо идентичных размеров и веса черных и белых iPad, есть еще пара пунктов, требующих рассмотреть. В отличие от черного и белого iPhone, у iPad есть одинаковая алюминиевая задняя часть, но передняя панель предлагается в двух цветах. Зачастую пользователи пишут, что белый iPad больше отвлекает, нежели черный. Некоторые пишут, что они не могут смотреть фильмы, работать с программами, играть в игры на белом iPad, так как их это отвлекает от дел. Они сравнивают это с просмотром телевизора с белой панелью вместо черной. Бытует мнение, что черная краска предоставляет вам большую сосредоточенность на работе, поэтому выбирают черный iPad. Даже если читать электронную книгу или веб-страницу, то они считают, что это намного приятнее делать на черном iPad, в силу того, что, например, в темноте будет виден только экран iPad, а передняя панель не будет мешать вам при чтении. Другим нравится больше белая рамка, но это уже зависит от вас. Белый, безусловно, более заметнее, чем черный, и этим самым он отвлекает пользователей от просмотра. Но, по мнению других, белая рамка обеспечивает некую красоту, и она намного привлекательнее, чем черная рамка. Я пользовался как белым, так и черным iPad, и меня белый цвет никогда не отвлекал при играх, программах, при чтении, и он смотрелся красивее, чем черный. Но если вам уже так сильно бросается в глаза белый цвет, то, безусловно, берите черный iPad. Существуют слухи, что в некоторых случаях iPad в белом цвете засвечивает экран, и по этой причине многие отказываются от его покупки. Но я скажу вам, что я целый год пользовался белым iPad, и у меня никаких с ним проблем не возникало. Такое может быть, но не с каждым девайсом. Есть очень большое преимущество у белого iPad, это отсутствие отпечатков пальцев при выключенном экране. На черном это немножко раздражает, и это портит вид iPad, а с белым у вас таких проблем не возникнет. Многие придерживаются мнения, что белый цвет устройства намного привлекательнее, чем черный цвет устройства, будь то iPhone, iPad, BlackBerry или что-то другое. Иногда даже бывают задержки при доставке белых устройств, но люди все равно ждут их, ибо им нравится белый цвет. В том случае, если хотите, чтобы у вас было стильное яркое устройство, то это только для вас. Однако при этом не стоит одевать всевозможные чехлы, пленки и так далее, потому что вы потеряете красоту белого iPad, но если вам нравятся эти черные ободки, то берите черный iPad. На мой взгляд, у меня получилось дать ответы на некоторые ваши вопросы по поводу цвета устройства. Напишите в комментариях, какого цвета iPad предпочитаете вы, там в комментариях. Также, как обычно, вступайте в нашу группу ВКонтакте, фоловьте наш Twitter-аккаунт, подписывайтесь на наш YouTube-канал для следующих классных выпусков, и... все, наверное... А, забыл, с вас еще лайк. Вот такой вот лайк. Пока! Пока!